Приветствую вас, дорогие друзья! Сейчас мы с вами будем редактировать видео в редакторе YouTube. Я это делаю довольно часто. Очень многие мои видео смонтированы в редакторе YouTube. И он довольно функционален. Для начала мы загрузим видеофайлы непосредственно на YouTube. Это можно сделать простым перетаскиванием файлов в это окно. Либо через загрузчик. Если по каким-то причинам вы не можете закачать себе в устройство видеоредактор сторонний, то можно пользоваться непосредственно редактором YouTube. Он довольно функционален, как я уже сказала. И сейчас вы увидите, как много можно сделать, используя только видеоредактор YouTube. Вы можете, не загружая свое устройство, лишь не используя память, делать отличные видео. Итак, мы выбираем нужные файлы. И с помощью кнопочки «Открыть» загружаем их на YouTube. Итак, загрузка началась. Ну, что здесь можно сделать? Можно изменить настройку доступа, чтобы ваш черновик не увидели зрителей раньше времени. Сделайте ограниченный доступ. Видео будет доступно только вам. Далее нам нужно попасть в видеоредактор. Попасть в него можно через творческую студию или менеджер видео. Что мы и делаем. В менеджере выбираем в меню строку «Создать». Нас перебрасывает фонотеку. Мы выбираем видеоредактор. И вот попадаем непосредственно в видеоредактор YouTube. Здесь в библиотеке файлов мы видим все файлы, которые загружены. Все наши видео, которые есть на нашем канале. И начинаем выбирать видео. На шкалу времени видео ложатся непосредственно вот этим нажиманием кнопочки «плюсик» в углу значка файла. На шкале времени каждый файл можно обработать по отдельности. Для этого мы нажимаем на значок файла на шкале. И начинаем быстрое исправление. Автокоррекция, яркость и контраст. Сдвиг и масштаб. Стабилизация изображения. Все эти галочки можно нажимать. Можно отжимать. В общем, как вам угодно. Можно регулировать вручную яркость и контраст. Но я обычно пользуюсь автоматическим исправлением. Звук нам в этом файле не нужен. Мы убираем громкость. Кроме того, в этом видеофайле в кадре появляется ребенок. Выбираем тот момент, когда появляется ребенок. Находим эту точку и обрезаем этот кадр. Вот я наклонила голову к ребенку. Сейчас он появится в кадре. Поэтому из 34-секундного видео нам нужно сделать 20-секундный. Вот таким образом можно это сделать. Двигая линеечку правую. Таким образом файл у нас стал коротким. Переходим к обработке следующего файла. Здесь также можно вручную все это быстро исправить. Коррекцию, контраст, яркость. Стабилизацию, поправить звук. Но мы видим, что это очень длинное видео. 11 с лишним минут. В течение этого видео выполняется более-менее монотонное действие. Нам важно его пронаблюдать полностью. Ну, с точки зрения тех, кому интересно смотреть макияж, а видео о макияже. Поэтому, да, технику нанесения посмотреть важно. Поэтому ничего вырезать отсюда мы не можем. Но нам надо сократить этот файл. Поэтому мы его будем сокращать по времени, сжимать. Мы прибавим скорости. Мы это сделаем отдельно, а пока впишем название. Назовем наш проект, чтобы он не затерялся среди других проектов. Так, переходим к менеджеру видео. Находим наш файл 11-минутный. И выбираем в меню, в открывающемся, улучшить видео. Так, нас перебрасывает вот в следующую. На следующую страничку, где можно ускорить видео в 2 раза, 4 раза, 6 раз. Мы выбираем 6 раз. И видим, что видео стало минуту 54. Это нас устраивает. Заодно поправим стабилизацию, сделаем автокоррекцию и сохраним этот файл. После того, как видео загрузилось, мы снова с вами переходим в видеоредактор ютуба. Теперь этот файл нам нужно просмотреть, что получилось. И, возможно, исправить звук. Поработать со звуком. Выставляем его на шкалу времени. Ну что, скорость, увеличенная в 6 раз, не испортила картинки. В общем, всё понятно. Поэтому переходим к обработке видео. Громкость убираем. И давайте озвучим каким-нибудь музыкальным фрагментом. Нажимаем на значок нотки. И там появляется целая библиотека бесплатных музыкальных дорожек, музыкальных треков, которые можно смело добавлять в видео, без боязни, что вы нарушите чьи-то авторские права, что у этой музыки будет правообладатель. Все вот эти музыкальные треки, они все абсолютно бесплатные. И у вас не будет проблем, если вы добавите эти видео-треки, эти звуковые файлы, звуковые треки, эти треки в свои видео. Если музыка принадлежит кому-то, то она будет отмечена соответствующим значком. В данном видео вы не увидите такой музыки. Всё, что здесь открывается, оно абсолютно royalty-free, что называется. Итак, мы выбираем. Ну и, соответственно, музыкальная библиотека здесь, конечно, не супер. Музыку нужно подбирать. И, в общем, если у вас очень много времени, вы можете слушать, отбирать себе какие-то файлы, даже скачивать их к себе в библиотеку, чтобы не искать, не заниматься поисками. Так, давайте прослушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, добавляем. Теперь нужно посмотреть... Я хочу, чтобы... Посмотреть, как будет звучать... Я не хочу, чтобы музыка обрывалась резко. Я хочу, чтобы финальные аккорды музыки трека совпадали с концом кадра. Поэтому я буду двигать, обрабатывать музыкальный трек, как подрезать его спереди, что называется. С левой стороны в данном случае. Заодно обрежем вот эту ужасную руку. Берем, нажимаем на ножницы, отрезаем от видеофайла две последних секунды, где появляется некрасивая рука. Так, назовем этот проект единичкой, дадим ему имя, чтобы не потерять. Сохраняем. Так, продолжаем редактировать наш проект основной. Моя невестка делает мне макияж. Нам нужно заменить файл с необработанным звуком файлом с обработанным звуком. Для этого мы берем нашу единичку и вставляем ее вместо файла без звука. В общем, заменяем. Так мы обработали каждый файл. Все длинные файлы мы сократили. Там, где по смыслу можно было это сделать. И покажу, какие еще инструменты есть в этом редакторе. Видеофайлы между собой соединяем переходами. Здесь множество симпатичных переходов. И они имеют продолжительность, определенную продолжительность. То есть мы плавно переходим из одного видеофайла в другой. И этот видеоредактор накладывает один файл на другой. То есть получается, что когда видеофайл заканчивается, изображение становится прозрачным, а под ним вы видите уже начало следующего видео. Также здесь есть title clips. Назовем это так, title клипы. Где можно делать заставки. По-русски, наверное, это лучше назвать заставки. И вот мы можем сделать заставку в начале видео, в конце видео. Титры. Мы можем поработать с данной заставкой. Изменить цвет фона. Это позиционирование надписи, шрифт, размер шрифта. Сделать шрифт полужирным, курсивом. Поменять цвет шрифта. В общем, все инструменты у нас имеются в наличии. Все необходимое. Например, вот выбрали шрифт лобстер. С которым, правда, не особенно заметно полужирный или курсив. Так, поработав с заставкой, не забудем поставить снова переход, чтобы заставка появлялась плавно. Это смотрится красиво. Мы также можем название фильма сделать без заставки, а непосредственно включив текст, непосредственно в кадр. Если мы при обработке файла зайдем в меню «Текст» и нажмем флажочек «Включить текст», то мы сможем разместить текст непосредственно на видеофайле, на кадре. Здесь также можно с этим текстом поработать, меняя шрифт, меняя позицию шрифта, позицию баннера, цвет, размер, меняя шрифт на полужирный курсив. Мы также можем поработать с прозрачностью баннера, сделать вот таким его невесомым, тоненьким, чтобы не заслонять то видео, которое мы видим. Для разнообразия выберем другой шрифт. Мы видим, что... Да, кстати, в кириллице не все шрифты работают. Лобстер, например, можно сделать кириллицей. Кириллицу можно сделать лобстером, но вот этот шрифт под названием «Экономика» он не перекодируется на кириллицу. Так, поэтому нам придется поменять размер шрифта, если мы хотим непременно этот шрифт. Ну, так вот вполне устраивает. Но чтобы надпись не мешала нам все видео, мы этот кадр поделим. Мы сделаем только часть кадра с надписью. Выставляем непосредственно курсор на этот кадр, нажимаем на ножницы, отрезаем. И ту часть кадра, на которой мы не хотим видеть текст, убираем. И не забудем поставить переход, значок плавного перехода между этими видеофайлами. Так, ну, когда все, все файлы у нас собраны, все готово, мы можем только нажать на кнопочку «Создать видео», и у нас начнется непосредственно верстка нашего видео, нашего фильма. Давайте посмотрим, все ли кадры, рассмотрим окончательно, все ли нас устраивает. Вот здесь мы видим, что слишком контрастное видео, и изображение бликует. Меня это не устраивает. Я попробую отрегулировать яркость, убрав флажочек с меню «Яркость» и «Контраст». Ну, вроде бы, получше. Давайте сравним еще раз. Вот так вот с яркостью и контрастом, а вот так без нее. Ну, немного меньше сияет. Так. Мне хочется вырезать ненужные моменты. Просматриваю еще. Пытаюсь еще редактировать. Так, и последние конечные кадры. Я хочу попрощаться со зрителями, поблагодарить их за лайки, заодно напомнить, чтобы не забыли поставить лайк. Поэтому пишу спасибо за лайки и подпишитесь в самом последнем кадре. Ну, вот как-то так, вроде бы, так. Мило, розово, по-девичье. Ну, теме видео соответствует. Поэтому, что можно, наверное, уже все. Нажать кнопку «Создать видео» и запустить верстку видео в режиме онлайн. Все. На этом наше видео будет редактироваться. Когда оно будет отредактировано, нужно посмотреть настройки. Как видите, здесь у нас видео не монетизируется и доступ к нему закрыт. Надо поменять настройки видео. Редактор YouTube по умолчанию автоматически не дает вам монетизации и дает описание к видео, что этот ролик обработан в видеоредакторе YouTube и ставит тег «Редактор YouTube». И, как видите, монетизации нет. Поэтому все это можно и нужно исправить. Включаем монетизацию. Выбираем правило «Монетизировать во всех странах». Выставляем, выбираем на шкале времени, выбираем место для рекламной паузы. Ну, я обычно выставляю, пока я не знаю, какой момент будет наиболее интересным, на котором наивысшая концентрация внимания на данном видео. Поэтому я всегда автоматически на семерку, но просто. Потому что раньше рекламные паузы строго через 7 минут, то есть не чаще, чем через 7 минут, могли появляться. Сейчас этого правила нет, но тем не менее от чего-то отталкиваться надо. Но у нас получается непосредственно, что именно на этом моменте как раз изображение становится расфокусированным, и как раз на этом моменте зритель может уйти. Поэтому я выбираю более интересный момент. Например, когда мне накладывают на веки какое-то белое вещество неизвестное, и зрителю наверняка интересно, заинтересованного зрителя наверняка интересно, что там, что это за белый продукт. Вот на этом моменте я предпочту поставить рекламную паузу. Убираем описание автоматическое, пишем свое описание, выставляем свои теги, можем изменить значок из предлагаемых YouTube автоматически, можем поставить свой, но пока что он у меня не готов, поэтому я выбираю то, которое автоматически выставил сам YouTube. Оно соответствует теме, картинка интригует, потому что что-то такое непонятное, какая-то боевая раскраска, видно лицо, видно, что визажит склонился. Ну, картинка вполне такая, релевантная. Напишу комментарий, который можно сразу же предлагается написать еще при редактировании. Сохраним все это. Не забудем выбрать соответствующий плейлист. Я выбрала время, я выбрала строку опубликовать по расписанию, и вот у меня запланирована публикация, и мы видим синий значок доллара по этому видео в свое время. А сейчас... Так, спасибо, что посмотрели мое видео, предлагаю вам также посмотреть мои видео о том, как я редактирую других видов. Спасибо вам за лайки. Не забудьте подписаться на мое видео, чтобы не пропустить новинки. Желаю вам успехов в развитии канала, успеха, здоровья, счастья, удачи, красоты. С вами была Аюна Коновалова. Пока-пока.